Вы хотели покушать рыбу, вы можете кушать замечательную, хорошую, грамотную уральскую рыбу, которая сделана прямо для вас. Для этого необходимо найти вот такие штучки, живая рыба. И вы выбираете то, что, по сути событий, еще живое, потому что это и есть живая рыба. И вы представляете, да, оказывается, в Магнитогорске мы тоже можем есть хорошую, качественную рыбу. Хорошая и очень богатая страна. Правда, живя в Магнитогорске, как-то далековато до океанов, но у нас есть реки, озера и водохранилища. К слову о том, что здесь, напротив Гранда от ЦГА, вы можете купить себе живую рыбу. А теперь поговорим о том, что мы едим каждый день. Ну, не я, естественно, а 90% горожан. Поверьте, то, что нам дают сетевики, и вот вам там 95% продуктов питания, которыми питаться, мягко говоря, не нужно. Мало того, что колбасы, напичканные антибиотиками, так и курицы, так еще и рыбу в консервах, сделанных в Подмосковье, вам продают. Про цаца и про не цаца говорить я не буду, но замечу, что не цаца в городе, слава богу, есть где купить. Как и рыбу, естественно. Сколько съедает город Магнитогорск рыбы? Ну, в общем, мы продаем и развозим по городу 300 килограмм рыбы. Ну, практически каждый день, не считаю, там понедельник у нас выходной. Мы говорим, что город Магнитогорск кушает грамотную, нормальную, речную и озерную рыбу. Да, у нас экологически чистый продукт, рыба очень вкусная, имеет все ветеринарные справки, все документы, которые позволяют нам развозить и торговать этой хорошей нашей рыбой. Тут вам думать надо, я это видел в нормальных странах, в Китае, в Таиланде, да и в Индии, и в других странах люди позволяют себе есть не замороженные продукты. Я вообще, честно говоря, захожу в наши магазины и не понимаю, почему мы едим заморозку. Уж поверьте мне, эту самую дивную заморозку я встречал только в России. Хотя заморозка, заморозки рознь. Если мы говорим о рыбе, то она, вот эта самая рыба, чистая, свежая, из Тимир-Зенгейского рыбхоза. Это малость далековато от Магнитогорска. Но вам-то нравится та рыба в слегонца загаженных озерах. Ха, до Тимир-Зенгейского рыбхоза, извините, загаженность нашего комбината долететь не может. И вот вам та самая лучшая и питательная рыба к вашему столу. Сразу скажу, что это живая рыба, привезенная для вас. Мы с женой очередь установили варить как-то голову и оставляем немножко, остальное жарим. Я готовлю в духовке, очень вкусно, с луком и с грецким орехом. Да, молодец. Лук обжарю, грецкий орех, лимончик туда зашиваю, ставлю, майонезом обмазываю. А я еще добавляю лук, морковь. Морковь тоже пойдет, да. Она хорошая. Да, еще и недорого стоит. Да, это конечно. То есть в конце концов мы не будем говорить, что мы это город не рыбный. Не будем. И можно кушать. Конечно можно, почему нет. Любите возвращаться к истории? Да, в этом есть правило. Надо понимать, что по сути ЦГЯ и это лучшее место, где вы можете купить все дешево. Небольшая аренда, много, реально много вещей для дома. Да и машины здесь покупаются. Но ведь ведь хочется рыбки свежей покушать. Так вот, пока вы будете покупать все для дома, ваша рыба здесь и разделывается. Просто возвращаясь к царской рыбе. Ведь свежая и это оттуда. И здесь вам рыбу и разделывают. И вы дома просто бросите ее на сковородку и сделаете замечательную уху. А если можете вкусить и морскую рыбу, то у вас будет большее счастье. И к слову о том, что я реально могу вам объяснить, как питаться грамотно и не болеть. И жить дольше и правильнее. И даже на нашу с вами небольшую пенсию. Вот она какая замечательная рыбка. Вот такая замечательная рыбка. Хочу себе взять. Так же, как и все хотят. Потому что это изумительный вариант. Изумительный вариант и недорогой. И мы можем это сегодня сделать. Очень вкусно.